8 июня в России отмечается День социального работника. Сегодня социальная работа развивается во всех ведущих сферах российского общества. В системе образования, здравоохранения, занятости населения, пенсионного обеспечения и молодежных структурах. Она не ограничивается оказанием неотложной помощи и предоставлением выплат уязвимым группам населения. Включает профилактические меры по предупреждению семейного неблагополучия, беспризорности несовершеннолетних, повышению качества жизни граждан, пожилого возраста и инвалидов. Почему выбрана эта дата, насколько эта профессия так важна и нужна людям, разбирался наш корреспондент. Ежегодно 8 июня в России празднуют День работника социальных служб. Дата для празднования была выбрана не случайно. Еще в 1701 году сам Петр I издал указ об определении в домовых святейшего патриархата богодельни нищих, больных и престарелых. В указе отмечалось, что для 10 человек больных в богодельни должен быть один здоровый, который бы оказывал им всяческое вспоможение. Считается, что именно это распоряжение положило начало системе социальной защиты в нашей стране. А сегодня социальные работники оказывают помощь различным группам населения, включая детей, пожилых людей, инвалидов и многих других. Они помогают людям справляться с проблемами, связанными с бедностью, безработицей, насилием и заболеваниями. Да и перечень обязанностей у них стал более обширным. Мы готовим, убираем, стираем, моем бабушек, доставляем продукты, также доставляем медикаменты и соответствующие товары. То есть и ходунки покупаем, и заказываем палочки специальные, продукты обязательно приносим. Девушки, которые работают в области, они также еще колют дрова, носят воду, уголь, топят печи и все, соответственно, копают огороды. Однако и этими непростыми делами перечень обязанностей соцработника не заканчивается. Помимо помощи по дому, они доносят до своих подопечных и базовые правила безопасности, как бытовой, так и финансовой, чтобы оградить их от всех видов опасности. У нас проводятся собрания в соцзащите, и на эти собрания приглашаются сотрудники разных сфер. Полиция, которая нас просвещает о том, что о мошенниках, о махинациях, которые они производят, банковские служащие, которые доносят до нас финансовую грамотность. Это все потом мы передаем своим подопечным. Слушая Ольгу Владимировну, понимая, что социальная работа далеко не из легких, и зачастую многим она не по силам, и не только физическим, но и моральным. Ведь большинство подопечных — это люди пенсионного возраста, которые требуют к себе очень много внимания. Да и каждому человеку нужен собственный подход. Ведь за плечами у них жизнь, и не всегда наполненная радостью светлыми днями. Но когда мы решили поинтересоваться, почему же она решила связать свою жизнь именно с этой профессией, то получили неожиданный и очень трогательный ответ. У меня в соцзащите работала моя хорошая знакомая. И когда мы с ней встречались, она очень трепетно рассказывала о своих подопечных. И я вот как-то прониклась этим всем. Я очень переживала, что у меня не получится. Но, знаете, прям не просто получилось, а я прям, можно сказать, нашла свое я в этой профессии. Больше десяти лет как-то вот работаю и не собираюсь уходить, мне нравится. Эта огромная работа требует большой ответственности, высокого профессионализма и, что, пожалуй, самое главное, терпения и душевного тепла, которым соцработники делятся буквально от сердца к сердцу с теми, кого они опекают. Поэтому за их нелегкий труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь к нуждающимся в поддержке. В этот день, 8 июня, они принимают поздравления и слова искренней благодарности, которым присоединяемся и мы.